Методия Бужор знаменитый молдавский российский певец. Его голос с баритон, с красивым тембром и огромным диапазоном сначала был очень востребован в опере. А в мир шоу-бизнеса Бужор попал уже зрелым человеком и довольно неожиданно. Судьбоносным для него стало приглашение в гости, в дом, который стоит в центре столицы, в Вознесенском переулке. Туда мы сейчас и отправимся вместе с самим Методия. Вознесенский переулок расположен между улицей Тверской и Большой Никитской. В 17 веке он состоял из двух частей. Одна называлась Новгородским переулком, там жили новгородцы. Другая именовалась Вознесенским по церкви Вознесения. Переулок всегда был связан с именами известных людей. Здесь жили поэты Сумароков, Боротынский, Вяземский, в 20 веке писатели Илья Ильф и Юрий Олешин. Рядом находится и дом, в котором жил советский оперный эстрадный певец Муслим Магомаев. Мы сегодня находимся в самом центре Москвы. Идем по Вознесенскому переулку вместе с человеком, у которого совершенно роскошный, бархатный и очень красивый голос. С Методией Бужором. Добрый день. Здравствуйте. А вы на этой улице вообще частый гость или нет? Я сюда приезжаю, потому что здесь есть памятник человеку, которому он сыграл очень важную роль в моей творческой судьбе. Это мы говорим о Муслиме Магомаеве. А как получилось, что вы вообще познакомились с Магомаевым? Ну, это была легендарная встреча Елены Васильевны Образцовой. Она мне сказала, что ты стал очень похожа на Муслима. Они были друзьями с Тамарой Ильиничной. И она говорит, давай я сделаю так, чтобы ты с ним встретилась. Она позвонила, и я пришел к ним домой. Вот сюда, вот в этом. Сейчас мы подойдем к нему. Да, и Тамара Ильинична открыла нам дверь, и она сказала, у вас есть пять минут. Но это пять минут длилось очень долго, почти полчаса. И игра Муслима Магомедовича за роялем, конечно, меня поразила, потому что это был виртуоз во всех отношениях. И мы спели и мелодию, и синюю вечность. К сожалению, это была одна лишь встреча, но она была судьбоносной, потому что после его слов я понял, что надо идти на эстраду. А что он сказал? Дерзайте. Вот чисто из Жорина певцы с классическим репертуаром, оперный, они всегда, у них образ очень каких-то людей правильных, благородных и так далее. Вот вы именно такой человек, какой производите впечатление и со сцены? Нет, нет. Я революционер. Бунтарщик. Бунтарщик во всем. А если мне не нравится концерт, я могу остановить концерт. А что вам может не понравиться в концерте? Все, что угодно. Звук, свет. Давайте пропустим. Пожалуйста. Если что-то тебе дискомфортно, то должен об этом сказать. Мне иногда предлагают произведение, говорят, вот это произведение обязательно вы должны исполнить. Я говорю, она мне не нравится. Я не смогу ее прочувствовать. А если я что-то прочувствую, я сделаю так, чтобы это прочувствовала и публика в зале. А правда ли то, что вы скульптор? Да, я изначально начинал как красный деревчик и очень увлекался этим. Но когда становишься певцом, это мешает, потому что дерево, деревянная пыль сильно влияет на связки. Я в своей карьере сделал два иконоскаса. Один в, скажем так, в валканском стиле. Это в дуб, твердый дуб. И другой в славянском, промославном. Из липы. И потом наносится гипс и позолото или там по красу. То есть у них в храмах есть действительно, да, лица? Да, да. Обалдеть. Мы подошли вот к дому, в котором жил Муслим Магомаев. Вы знаете, наверное, дом знаковым именно тем, что здесь жил, творил Муслим Магомаев. Описать его, не знаю. Одним словом я бы, наверное, рассказал про муслим, что это вселенная. Ты моя мелодия. Я хочу вам сказать огромное спасибо вот за эту прогулку и за эти воспоминания. И мне кажется, правильно будет закончить нашу беседу как раз именно у памятника Муслиму Магомаеву. Пожелать вам всего самого доброго. Спасибо. Я вам тоже всего желаю хорошего. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.